Исцеление слепого Вартемея Последний из упомянутых в Евангелиях случаев исцеления от слепоты относится к самому концу общественного служения Иисуса. Он отражен в трех синаптических Евангелиях, приведем его по версии Марка. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартемея, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему «Учитель, чтобы мне прозреться». И Иисус сказал ему «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. У Луки слепой не назван по имени. Один слепой сидел у дороги. Он услышал, что мимо проходит народ и спросил, что это такое. Ему ответили, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И далее повествование практически полностью совпадает с Марком. В конце добавлено, что после исцеления слепого весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Версия Матфея отличается от версии Марка и Луки. У Матфея речь идет о двух слепых. Они вдвоем слышат, что Иисус идет мимо. Вдвоем начинают взывать о помощи. Он останавливается, подзывает их обоих, спрашивает, чего они хотят. Они отвечают, что хотят исцелиться. Тогда Иисус, умилосердившись, прикасается к их глазам, и тотчас глаза их прозревают, и они идут за ним. Перед нами пример одного из тех противоречий, на которые указывают, когда хотят поставить под сомнение достоверность евангельских повествований. Если у Марка и Луки речь идет об одном слепом, а в параллельном повествовании Матфея о двух, то где же правда? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны, во-первых, вспомнить о том, что евангельские повествования основываются на свидетельских показаниях. Свидетельские показания — это отдельный жанр, имеющий свои характерные особенности. Показания свидетелей не бывают вполне беспристрастны. Свидетель рассказывает о том или ином эпизоде так, как он его увидел и запомнил. Если эпизод рассказывается спустя долгое время, некоторые подробности могут стереться из памяти или подвергнуться изменениям. Так называемые ошибки памяти — весьма распространенное явление в свидетельских показаниях. Если свидетельство проходит через несколько лиц, один описывает события со слов другого, некоторые детали повествования могут также подвергнуться изменениям. Во-вторых, если речь идет о показаниях двух свидетелей одного и того же события, очень часто эти показания разнятся и вовсе не потому, что один говорит правду, а другой лжет. Просто каждый видит событие под своим углом зрения, помнит его по-своему. Показания свидетелей очень часто сходятся в основных пунктах, но разнятся в деталях. В-третьих, на свидетельские показания могут повлиять сторонние факторы, особенно если прошло какое-то время с тех пор, как событие имело место. На одно событие в памяти человека может наслоиться другое, одна история может обрасти подробностями, заимствованными из другой. Все эти факторы хорошо известны, и они не умаляют достоверность свидетельского показания. В данном случае мы имеем идентичное свидетельство двух авторов – Марка и Луки. Что же касается Матфея, то в его Евангелии, помимо описываемого случая, есть, как мы помним, еще один случай исцеления от слепоты, и там как раз идет речь о двух слепых. Этот случай относится к началу общественного служения Иисуса. Действие происходит на обратном пути от дома Иаира. Слепые тоже кричат «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!». Исцеление происходит посредством прикосновения Иисуса к их глазам. Каким-то образом в памяти евангелиста первый случай мог срастись со вторым, и второй мог приобрести некоторые черты первого, а именно один слепец превратился в двух, и появилось прикосновение, о котором умалчивают Марк и Лука. Блаженный Августин дает иное толкование. По его мнению, Иисус исцелил двух слепых, но Марк и Лука упоминают только одного. В Артемии был чем-то известен в городе. Если бы он не был известен, Марк не назвал бы его имя и имя его отца. С ним произошла какая-то беда, о которой все знали. Несомненно, этот Вартемий, сын Тимея, лишившись большого благополучия, был повержен в такое всем известное несчастье, что был не только слепым, но даже сидел и просил милостыню. Вот потому-то Марк пожелал упомянуть только его одного, так как его прозрение доставило этому чуду столь же большую известность, сколь общеизвестно было бедствие Вартемия. Иными словами, из двух исцеленных слепых, Марк и Лука, упоминают только одного, потому что он был известен, а другой нет. Как бы там ни было, если второй слепой был он или не был на самом деле остается лишь тенью, лишенной конкретных характеристик, то Вартемий предстает перед нами в повествовании Марка как фигура, имеющая все характерные черты реального исторического персонажа. Мы знаем его имя и имя его отца, сын Тимея, является греческим переводом арамейского имени Вартемий. Попутно отметим, что имя отца слепого не еврейское и не арамейское, а греческое, притом широко распространенное. У Платона есть целый диалог, названный именем Тимей. Мы видим, как слепой сбрасывает с себя верхнюю одежду, деталь которой придает повествованию дополнительную достоверность. Зачем он ее сбросил? Вероятно, чтобы она не мешала ему быстрее подойти к Иисусу. В то же время эта деталь имеет и символический смысл. Вряд ли у слепого, сидевшего при дороге, было что-нибудь, кроме верхней одежды. Она была его единственным земным стяжанием. С легкостью, не раздумывая, он расстается с ним, чтобы последовать за Христом. Толпа, окружающая Иисуса, поначалу заставляет слепого молчать. Но от этого он только еще громче кричит. Иисус останавливается и велит подозвать его. Тут окружающие меняют тон и обращаются к нему. «Не бойся, вставай, зовет тебя». Отношение толпы к слепому изменяется на прямо противоположное, вследствие того, что Иисус остановился и обратил на него внимание. Слово, переведенное как «не бойся», буквально означает «дерзай». Это слово нередко обращал к исцеляемым сам Иисус. Здесь оно звучит из уст толпы. У Марка слепой называет Иисуса учителем, рвуни. У Луки — Господом. Сама просьба, чтобы мне прозреть, указывает на возвращение некогда утраченного зрения. Глагол означает «снова увидеть». В Артемии таким образом не был слепорожденным. У Марка Иисус отвечает слепому. «Иди, вера твоя спасла тебя». «У Луки прозри, вера твоя спасла тебя». Эти слова становятся смысловым центром повествования. Те же самые слова Иисус произносил и в некоторых других случаях, совершая исцеление. И у Марка, и у Луки повествование завершается тем, что слепой последовал за Иисусом. У Матфея оба слепых последовали за Ним. Эта важная деталь указывает на то, что бывший слепой стал, если не учеником Иисуса, то во всяком случае его последователем. В качестве такового он служит примером для подражания. Как и в других описанных выше случаях исцеления от слепоты, вместе с физическим зрением исцеленный получает то духовное зрение, которое необходимо, чтобы уверовать в Иисуса как Сына Божия. Тема духовной слепоты, раскрытая в рассмотренных ранее евангельских рассказах, сохраняет актуальность на все времена. В конце XIX века Иоанн Кронштадтский писал, «Говоря о слепцах евангельских и о чудесном исцелении их Иисусом Христом за веру их, я переношусь мысленно к слепцам другого рода, именно к слепцам, объятым слепотой душевной, которая гораздо опаснее и гибельнее слепоты телесной». Это, во-первых, слепота недоучек или уж совсем переучившихся некоторых людей нынешнего времени, которые в премудром устройстве мира не видят перста Божия, все создавшего и всем управляющего, и почитают его произведением случаи, как самих себя, и делают из своей жизни как бы игрушку и забаву. И когда эта игрушка надоест им почему-либо, они беспощадно ее ломают, то есть налагают на себя руки, или же они делают ее рядом с злодеянием над другими и потешаются бедствиями человеческими. Читая в ежедневных известиях о разных происшествиях, мы встречаемся то и дело с убийствами, самоубийствами, пьянством, развратом, похищениями самыми наглыми общественных денег, поджогами городов и сел. Подводя итоги всем этим происшествиям, мы выводим необходимое заключение, что эти люди отшатнулись от Бога, от веры, от Церкви Божией, что они слепы, бродят во мраке и не знают, к чему стремятся, что из всего этого выйдет, где в людях свет разума, совести, как они лишились света веры. Похожий вопрос задавал и Иисус, говоря о своем втором пришествии. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вера – тот дар Божий, который открывает в человеке духовное видение, позволяет ему в каждый конкретный момент жизни делать выбор в пользу Бога, добра и света. Но этот дар может быть принят только добровольно. Его нельзя человеку навязать, как нельзя навязать исцеление от слепоты тому, кто считает себя зрячим.